друзья всем большой привет вымыла духовку сейчас будем готовить пиццу с вами открыла тесто морозка я конечно видела что написано тысячу грамм что здесь килограмм но что здесь будет четыре слоя теста я конечно не знала так тесто согрелась у нас подниматься она не должно потому что она без дрожжевое противень готов печка готова все можно приступать делать пиццу итак друзья что мы имеем оливки соус песто красный лук хотел сказать ялтинский но это не ялтинский лук ялтинский лук плоский и очень вкусный сладкий помидоры моих родственников замороженные я их заливаю кипятком сыр сертаки сыр маздам яйцо и майонез для заливки но я еще подумаю делать ее или нет еще оливковое масло первого отжима боргес боргес как прочитается все говорят боргес но может быть боргес мне его подарила подружка наташа наташа привет смазала бумагу маслом но обычным подсолнечным раскатала тесто положила сверху сейчас все это переложу на противень и дальше покажу что буду делать мы с наташей в прошлый раз смазали соусом песто и полили немножко боргесом маслом боргес но я решила немножко изменить тактику этот соус песто он слишком густой поэтому я налила масло и сейчас смешают все вместе и намажу дно пиццы смотрите была густая густая паста стал средней жидкости средней консистенции соус я уже начала смазывать так будем размазывать ложечкой всю поверхность теста ребят знаете я чуть раньше этот соус песто недооценивала в этой баночке вот покажу вам везде продается во всех магазинах там в пятерке в магните в любом супермаркете вот такой классный аромат трав прямо благоухает очень приятный запах обалденный я с другой стороны взглянул вот может быть то что смешался он с оливковым маслом эти два аромата очень приятны так на дно посыпем твердый сыр у меня друзья в славянске на кубани всегда так делают сначала на дно сыр твердый кстати говоря однажды мы делали пиццу с ними я была у них гостях и параллельно болтали выпивали вино краснодарская кубанская и а я что видимо то ли на голодный желудок ну нет с одного фужера вступила в голову и я вместо того чтобы намазать соусом пиццу я не положив тесто на бумагу я намазала пергамент соусом ой как все хохотали просто знаете покатывались умирали со смеху был такой случай тесто у меня получилось очень тонкая поэтому не будем перегружать начинкой чтобы не было перекоса в сторону начинки лук красный ребят не надо резать тонко иначе он просто высохнет и будет там хрустеть на зубах будет невкусно а так он запечется он сладкий будет очень вкусно и теперь сверху будем раскладывать оливки мои любимые обожаю оливки вспоминаю таким вспоминаю какие вкусные были оливки на кипре это было что-то огромные но эти тоже ничего выложила не всю банку оливок немножко осталось так просто поклевать кстати говоря мне подружку оля в ката в казани которая живет рассказывала что у нее есть знакомый который приходит в пиццерию с банкой своих оливок то есть то что она пицца ему недостаточно еще посыпает своими оливками и так ест заказанную пиццу такие любители есть духовку включила кстати говоря вот эта духовка очень хорошо моется вот смотрите нижняя часть ее вообще можно вытащить она легко вынимается вот потянуть сюда на себя и все моется очень легко помидоры у меня разморозились и превратились в какую-то кашу-малашу поэтому я их класть не буду все положила сверху сыр сертаки единственный недостаток у этой пачки сыра это то что она очень тяжело открывается и неудобно открывается почему они так делают я не знаю всего ребят ставлю в духовку все духовка уже разогретая будем ждать пока пицца приготовится попробовала оливку сырочек у меня уже знаете прям настроение поднялось все такое вкусное вот все что я люблю хотела сказать вам что печку включила на 180 градусов здесь примерно видите здесь либо 150 температура точная 100 150 200 250 я примерно поставил на 180 верхней и нижней режим то есть печется и сверху и снизу и посмотрим сколько будет печь все уже где-то 32 33 минуты стоит но я не включила конвекцию потому что мы с наташи в прошлый раз выпекали и из конвекции она сверху очень сильно подсыхала вот я не хочу что подсыхала пахнет уже очень вкусно аромат пошел так что конвекцию я не включила теперь о соусе который будет полит сверху на пиццу после того как она приготовится здесь чайная ложка меда чайная ложка оливкового масла немножко черного перца и кавказские травы к сожалению купить итальянские травы я забыла так у меня руки не дошли до них до итальянских трав поэтому польем тонкой тонкой струйкой на пиццу кавказскими травами вы сейчас знаете понюхала такой чудесный аромат очень вкусно пахнет этот соус который буду которым буду поливать пиццу сверху она еще не готова но посмотрите как она местами вздулась такая надутая и дышит вдох выдох вдох выдох очень вкусно пахнет я стала чувствовать чем пахнет потому что в носу был отек очень сильный из-за синусита и запахи я не слышала смотрите местами лопнул слой сыра и сквозь него просачивается соус песто она уже сверху стала такая зажаристая красивая смотрите прям дыбом встала как дышит осталось минут пять-семь до готовности обычно ориентируюсь на тесто насколько она поджарилась края тесто все пицца готова и достала посмотрела снизу такая слегка поджаренная корочка поджаристое тесто снизу давайте польем приготовленным заранее соусом ай сразу упал большой кусочек я хотела так чтобы тоненькая струйка было наверно не получится потому что мед густоват так вот местами прокапаем вот этот кусочек здесь ляпнулся мы его немножко растащим сейчас тут вся горячая начинка и горячее тесто впитают в себя соус противень поставила не на стол а на решетку из этой же духовке пиццу разрезала давайте попробуем полила соусом выглядит очень аппетитно и пахнет тоже ведь попробуем ребят очень вкусно мне очень нравится чуть-чуть местами попадается вот этот соус с медом тоже придает такую нотку своеобразную пикантности мне понравилось попробуйте что-то необычное что-то непривычное не как всегда тесто не дрожжевое но посмотрите как она все-таки поднялось по крайней мере бортики друзья желаю всем приятного аппетита готовьте пиццу как вы любите или экспериментируйте кладите что-то новое кладите то что вы любите пицца ведь как появилась на свет люди клали на кусок теста все что есть в доме вот так появилась пицца из-за обилия оливок и сыра пицца все-таки получилось солоноватый это узнать как раз когда болеешь когда нужно много пить съел кусочек а потом пьешь 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 6 стаканов чая друзья всем приятного аппетита пока пока